Бонсуар а tous. Добрый вечер, дорогие коллеги, друзья и зрители нашего вебинара. Давайте будем начинать. Как у нас сегодня со связью? Я, по крайней мере, себя вижу. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто тоже меня видит и слышит. Будем с вами начинать и будем открывать наш вечер французского. Voilà. Бонсуар. Супер, супер, супер. Отлично, замечательно. У нас с вами сегодня первый вебинар по основам французского с нуля. И, конечно, нет, перед тем, как нам с вами понять, у кого какое желание, уровень и о чем мы говорим, давайте все-таки проговорю некоторые организационные моменты. На телефонах будет видно не так хорошо не в плане качества, а в плане расположения окон, как на компьютере, например, или, может быть, на планшете. Но на компьютере 100% будет удобно. Будет и мое видео на одном экране вместе с презентацией и с чатом. На телефонах вам нужно будет смотреть все время наверх-вниз, чтобы успеть и туда, и туда смотреть. Если у вас есть возможность, пересядьте просто за компьютер. И давайте не просто познакомимся и скажем, откуда мы вещаем, из каких стран и городов вещаем и общаемся, но и не только для чего вы учите французский. Я вообще хочу понимать, кто сегодня пришел на этот интенсив, потому что, может быть, из моего Инстаграма кто-то подтянулся, и тогда говорим ли мы сегодня о французском с нуля или о французском с каких-то других позиций. Расскажите, пожалуйста, мне, кто сейчас онлайн участвует, откуда вы будете смотреть, и чтобы мы развлеклись немного, посмотрели на географию. Ну и, конечно, интереснее всего, для чего вы учите или собираетесь учить, и какой у вас уже есть уровень, тоже цифры обозначьте. Может быть, я с нуля или нет, я уже знаю. Мне, конечно, интересно. Бонсвад, Виктория. Д'accord. Все-таки с нуля замечательно, замечательно. Есть для кого мне сегодня вещать. Отлично, потому что на прошлой неделе, например, были те, кто уже что-то знает, они что-то вставляли, там какие-то заумные словечки. Отлично, отлично, отлично. Замечательно. В общем, я пришла в ту самую вебинарную комнату, где меня ждут именно французы с нуля. Замечательно, замечательно, замечательно. Супер. Давайте будем начинать. Какая география, смотрите, потрясающая. Не все из одной точки мира, а, конечно, из разных. И мы все любим французский, поэтому мы здесь все в одной комнате. Супер. Дорогие друзья, у вас есть еще, может быть, кто-то подает в раздел вопросов. Есть некое изображение с двумя сообщениями. Это вопросы. Я их должна специально открыть, чтобы посмотреть, что вы мне написали. А сообщения из чата я вижу автоматически, они у меня всплывают. Поэтому будьте добры, пишите в чат лучше все-все-все вопросы, какие у вас есть. У кого зависло, к сожалению, это уже сегодня ваша проблема. Я настроила все, что могла. Все должно быть замечательно и видно, и слышно. И вроде бы все писали, что хорошо видно и слышно. Чуть-чуть расскажу про себя. Кто меня знает по Инстаграму, напишите, пожалуйста, плюс. И все-таки я позволю себе пару слов. Я по образованию филолог, преподаватель именно французского языка, но еще и французской культуры, французской истории, французской литературы, в первую очередь, французской культуры. Я преподаю ни историю, ни литературу, ни культуру, но язык. Однако я считаю, что язык и культура взаимосвязаны. Поэтому все-таки в моих вебинарах, лекциях и занятиях всегда культура проскакивает. Я в онлайне года 3-4 исключительно нацелена на онлайн. Но мне здесь гораздо больше нравится. Мне кажется, вам тоже комфортнее не куда-то ехать, непонятно в какой ситуации, да, все разное бывает в жизни, а оставаться в том месте, где вам комфортно, и смотреть с того устройства и тогда, когда вам комфортно. Мои основные дипломы, потому что очень часто возникают вопросы, а вы вообще имеете право преподавать, насколько вы образованы в той сфере, которую преподаете. Я официально... Первый мой диплом такой масштабный – это филолог-преподаватель РГГУ. Но, конечно, у меня есть и, собственно, специфический диплом по знанию языка d'Alf C1, d'Alf C2, в смысле C1, а до C2 я пока еще не могу дойти и найти время на себя, и на мой французский, а не на ваш французский. Есть у меня еще диплом CUEF – это французский коллеж в России. Французские французы-преподаватели приезжают и приносят нам частичку французского образования на территорию России. В других странах, к сожалению, не знаю, но вот в России точно есть, в нескольких городах. И есть у меня еще диплом магистратуры Парижа 8. В Париже все университеты, институты делятся по цифрам. Изначально была единая Сорбонна, потом она рассыпалась на несколько зданий, и они называются по номерам. И вот я училась в одном из них, и там, конечно, у меня был не французский, а прикладной, скажем, французский. Я говорила о литературе с французами и защищала диссертанцию. И, конечно, вот мои социальные сети, присоединяйтесь к ним, если еще не. Давайте будем начинать французский с нуля. Что мы будем говорить сегодня в первую очередь? Мы будем говорить, что фонетика – это 80% языка, и именно с нее мы будем начинать наше погружение во французский. 80% языка, конечно, может быть во всех языках, но во французском исключительно и в первую очередь. Без понимания, как произносится слово, без знания правил чтения мы не сможем ни прочесть, ни понять, ни, конечно, прозвучать так, как звучат французы, то есть понятно. Будет непонятно, что вы говорите, потому что несоблюдение правил чтения и фонетики ведет именно к непониманию, недопониманию, может быть. Очень нравится ваша подача. Спасибо большое. Меня это очень питает, потому что я все-таки веду эфир в Инстаграме каждую неделю, но вебинары меня волнуют почему-то больше. Я как-то очень не всегда комфортно в них чувствую, но будем работать. Я хочу сравнить, говоря о фонетике, хочу сравнить французский с нашим родным языком и с английским, потому что самый популярный язык, который, в общем-то, и у нас на русскоязычной территории учат больше всего. Первое, сравним с русским. Русский язык очень вялый. Мы, если что-то говорим, во-первых, мы делаем минимум каких-то движений, артикуляции. То, что я сейчас артикулирую или что-то прям вот экспрессивно размахиваю руками или говорю «а», «о» и какие-то другие жесты и формы рта, это моя либо профессиональная деформация, либо очень эмоциональная подача. Но на самом деле в обычной жизни даже я губы сжала и что-то бубню там себе под нос, даже если чётко получается говорить, я не особенно артикулирую. Это специфика русского языка. Мы так всегда говорим, это нормально. И это прямая противоположность французскому языку. С того момента, как вы начинаете произносить французские звуки, настоящие французские, а не какие-то французские слова, которые у нас есть в нашем языке, типа «этаж» – это французское слово, или какой-нибудь «абажур», «бордель», почему-то я одни и те же слова всегда цитирую. Ну, в общем, вы понимаете, да, или какие-то фразочки, типа «аревуар» или «из 12 стульев», «я не ел там 6 дней». Но вот все какие-то фразы, которые пришли в русский язык и остались в нём, это не французские фразы, это поглощённые русским языком. Фразы. Во французском языке мы сейчас с вами начнём с алфавита, не чтобы учить алфавит, а чтобы произносить буквы чётко, как бы отстреливающие, проработанно, и будем говорить ещё каким образом определённым. Если мы сравним с английским языком, что особенного в английском, а то, что мы открываем словарь, и там есть каждому слово «транскрипция», да, если мы с английского на русский, например, переводим, или, ну, в общем, там будет всегда транскрипция, и нам нужно уметь читать транскрипцию, и она нам, в общем, очень помогает. Во французском транскрипция в словаре пишется очень редко. Ну, если вы специально найдёте такой словарь, который будет с транскрипцией. Транскрипция не нужна, потому что есть свод правил фонетических, их немало, конечно, то есть их не 5, а не 6, а, допустим, 16. До сих пор, столько веду этот вебинар, не могу посчитать конкретно, какое там число. Ну, допустим, 15-20 правил и знания, конечно, букв и звуков, алфавиты, как они произносятся, это гарантия того, что всегда во всю дорогу во всех странах вы произнесёте все французские слова гарантированно правильно, если вы будете их знать и, конечно, тренировать. То есть на уровне А1, конечно, в первой ступени мы берём этот список фонетики, берём наше упражнение или текст, или что-то ещё, и, конечно, работаем с правилом этих, со списком правил чтения, без них никак. Но так или иначе, дальше вы их заучиваете, знаете, узнаёте, приспосабливаете и живёте автономно и автоматически произнося. А в английском не так. И ещё в подготовительном видео не всем оно приходит, потому что разное время регистрации на наш интенсив. Если вы зарегистрировались поздно, ну, там, до какого-то определённого часа или дня, вам это видео не приходит. Но я сейчас процитирую то, примерно, о чём я там говорю. Я сравниваю... Это вырезка из моего первого, по-моему, вебинара вот такого интенсива. Я такой интенсив провожу несколько раз в год. И вот я там сравнивала, как я бы произнесла французские фразы с русскоязычным акцентом. Ну, если я расслаблюсь, я не буду артикулировать и забуду всё, что вот я сейчас 5 минут 10 говорила. И потом произнесу, собственно, по-французски, как это будет звучать, очень чётко интонируя и артикулируя. И вот смотрите, с русскоязычным акцентом что будет звучать. Меня зовут так-то, я работаю там-то, и у меня такая-то профессия. Как вы поживаете? Вот какие-то такие общие слова. Но неважно, что они будут значить, важно, как это будет звучать. С русскоязычным акцентом. Salut, je m'appelle Lisa, je habite à Moscou, je parle français, je suis professeur de français. Это мне даётся тяжело, потому что это нужно репетировать заранее. Как это звучит по-французски? Чёткие слова и интонация. Salut! Больше эмоций, но не потому, что я радуюсь, потому что французский язык с эмоциональными, на наш взгляд, интонациями. На самом деле это просто его особенная интонация. Salut, je m'appelle Lisa, je parle français, je habite à Moscou, je suis professeur de français. В каждой фразе была интонация наверх. Пускай вам кажется сейчас, что она приподнятое какое-то такое настроение, но меня зовут Лиза, я особенно интонирую по-русски, хотя настроение у меня не меняется. Это всегда интонация наверх. Это всегда очень чёткие, не только согласные, но и гласные. Вообще все буквы чёткие. И это длительность, продлевание конца фразы или конца слова. На самом деле сегодня главный мой посыл, не только про звуки и фонетику, а посыл мой тот, что ударения во французском нет. Все говорят ударение на последний слог. Удлинение на последний слог. Так, давайте перейдём к конкретике. Что нам физически нужно, чтобы, отвлекаясь на вопросы, чтобы заговорить на французском? Ну, разумеется, лексика, грамматика, но это постепенно мы возьмём. А что сразу мы можем взять? Мы можем дышать, как французы. Не дышать, как русские люди, русскоязычные. После каждого слова можно рубить. Мы рубим. Я говорю по-русски или по-французски. Как сказал, так отрубил. Всё очень резко и с паузами, где хотим. Французы дышат там, где заканчивается смысл. На примере моей фразы. Салю. Здесь мы можем отрубить, потому что фраза кончилась, я с вами поздоровалась, всё, моя мысль закончилась. Следующая моя мысль, что меня зовут Лиза. Ударение условное. Это удлинение будет Лиза. Я могу и Лиза. Я могу и то, и другое ударить, но мне главное потянуть конец. И не только слово, не только конец слова, но и конец маленькой фразочки. Я не скажу «je m'appelle Лиза». «Je m'appelle Лиза». Я перетекаю из одного слова в другое. Это важно. То есть в самой простой элементарной фразе мы уже можем это применить. Раз. Два. Это открывать рот, как французы. Это то, о чём я уже говорила, когда сравнивала французские и русские языки. В русском языке мы очень скованы, очень вялые, и положение наших губ вообще не значит, что мы произносим звук «о». В смысле «о». «О» вообще даже пишется кругом. У меня круг губы мои не описывают. А у французов описывают. Если это будет «о», то это будет «о». Это два. Открываем рот. Непривычно для нас. И, конечно, артикулируем. Но артикулировать нужно специфически для каждого звука. Мы сейчас с вами посмотрим. Это будет либо «э», либо «ы». Это, в общем, кривляние, если вам угодно. Если не угодно, то это артикуляция профессиональная, академическая. Разумеется, это про классический язык. Сейчас мы посмотрим с вами классических людей, носителей, журналистов, ведущих, дикторов. Разумеется, ну не в подворотне, конечно, но где-то на улице среди подростков или среди друзей будут не так четко говорить, разумеется. Но средний французский, он классический, и он артикулирован очень. Нам нужно для всего этого тренировать мышцы, потому что в нашем артикуляционном речевом аппарате, вот здесь вот, и не только здесь, но еще и внутри, в языке, например, есть мышцы. И мы должны ими осознанно управлять. Сейчас мы с вами этим займемся, но сначала посмотрим, как это выглядит вообще. Например, вот эти самые журналисты. Это канал France 24, France 24, новости в основном. Мы открываем рот не просто потому, что мы удивлены. Вот сейчас кажется, что, например, женщина справа, она удивлена. На самом деле она просто говорит очень четко и артикулирует. А мужчина справа, он, ну, видно, да, что у него, ну, как будто, может быть, смеется, кажется. Но нет, это определенный звук. Друзья, кто пишет, что ничего не видно, я думаю, что у нас идет трансляция, потому что у меня отражаются все данные, я их контролирую, что идет звук, идет картинка. Я думаю, что вы можете перезагрузить. Повтор, конечно, будет, нет возможности присутствовать, конечно, будет повтор, но я думаю, что уже на следующей неделе. Давайте продолжим. Артикулировать. Первое наше, их много позиций, но первое и самое главное – это позиции трубочки. Можете ее называть как угодно, можете называть ее уточкой, кто-то называет ее рыбкой, кто-то пуговкой. Я говорю, что это примерно как поцелуй, да, мы вытягиваем губы, они становятся в непривычной позиции, да. И вот, пожалуйста, так артикулируют не только женщины, но и мужчины, никто не стесняется, независимо от того, какого мы пола, какого мы возраста, мы вытягиваем губы в трубочку тогда, когда нам нужно произнести определенный звук. Например, звук «э». Мы сейчас посмотрим с вами. Это традиционный, исключительно французский звук «э». Не вытянув губы, я не смогу его сказать. Я скажу «э», это будет русский «э», а «э» только с губами, да. Первая позиция – трубочка. Вторая позиция, тоже основная, это позиция улыбки. Нам, конечно, кажется, ну и само слово «улыбка» обозначает эмоцию, да, ну что-то он там улыбается. Но на самом деле, ну вот у мужчины, по-моему, сейчас очевидно, что у него радости никакой особенной нет, он делает какую-то рутинную работу, он артикулирует вот так. У него даже зубы сомкнуты, да. Мы обычно, когда улыбаемся, ну или смеемся, да, может быть, мы иногда размекаем их или что-то говорим. В общем, еще одна позиция – улыбка. Презентации нет, дорогие друзья. Давайте проверим связь еще раз. Напишите, пожалуйста, только те, у кого не видно чего-то, либо чата, либо презентации, либо видео. А мы с вами еще раз проговорим и повторим. Чтобы говорить на французском, нам нужно тренировать мышцы, осознанно управлять позициями, например, трубочкой, или отлично, у кого-то мышцы заболели, значит, презентация работает, я думаю. Управлять положениями губ, трубочка – улыбка, челюсть только потому я ее пишу, что мы открываем рот, да. Нижняя челюсть у нас только двигается. В русском языке не двигается вообще ничего, но челюсть во французском должна ходить вниз, вверх, вис, вверх. Язык – сейчас посмотрим на язык. Пока мы учимся, мы чрезмерно артикулируем. Поскольку я преподаю, а не учусь, я вам тоже чрезмерно артикулирую. Но, разумеется, когда я пойду общаться с французами, я, ну, вряд ли я буду так вот им показывать, что нужно открывать рот. Но изначально я умею это делать, поэтому я знаю, какой звук должен выйти. Чтобы мы тоже знали, какой звук у нас должен получиться, и произнести его, мы должны изначально проартикулировать сильно, да, «о». Тогда у нас в спокойном положении тоже получится «о», такой же, какой мы сделали, когда учились. Сейчас мы слушаем объяснение. Я повторяю вам еще раз, что мы будем делать. И будем делать оба действия, и трубочку, и улыбку по 10 раз. Пожалуйста, вместе работаем. Только для этого мы сегодня здесь и собрались, что будем работать вместе. Итак, трубочка. Поцелуй. Помогаем себе двумя пальцами. Вытягиваем, проверяем. В смысле, мы этими пальцами проверяем, вытянуты ли у нас губы или нет. В детстве вот так вот рыбку, может быть, показывали кому-то, да? Вот так вот мы делаем. Вытягиваем. Мы. Мышцы наливаются кровью. Именно это нам нужно. И мы сидим с этой трубочкой. Если вы уже пробовали такое упражнение, можно этой трубочкой даже поворащать вокруг оси. Но по умолчанию, поскольку я вижу, что вы многие здесь с нуля, надеюсь, что вы все, мы сидим, проверяем пальцами, напрягаем губы, отпускаем пальцы и пробуем, а держатся ли у нас губы, не расползаются ли они. Потому что у русскоязычных они расползаются. Вот так вот. И первое упражнение, которое даю нам, в твоем курсе, это ходить и на родном языке тоже говорить с трубочкой. Вот вы весь день, ну не весь день, невозможно, 5 минут, 10 минут, как я вот сейчас, вы говорите, вытягивая губы вперед и будете что-то рассказывать, да? Наливаются мышцы и губы, все ткани наши наливаются кровью, они накачиваются, да? Это же то же самое, когда мы качаем мышцы в спортзале. Если мы не будем делать этих упражнений, наши мышцы опять повиснут, станут дряблыми, все как во всем остальном теле. Напишите, пожалуйста, цифру 5, 5 баллов, если вы попробовали трубочку, и у вас налились губы кровью, и вы почувствовали, что у вас есть губы, извините за такой... Мой родной язык похож на французский. Да, мне многие это говорят, что очень многие языки похожи на французский, ну, мне говорили про чеченский, например, кто-то говорил про узбекский. Я, к сожалению, не владею ничем, кроме французского, итальянского, испанского, не могу сказать, но я вам верю, да, звуки там похожи. Второе наш, второе упражнение, вторая артикуляция, мы делаем улыбку, на улыбку без зубов, ну, можно, конечно, чуть-чуть зубами, но мы сейчас не смеемся, не улыбаемся, не от хорошего настроения, а пробуем сделать ее максимально, до ушей, улыбка до ушей. Адегейский, отлично, да, спасибо. Здесь получаются у нас на кончиках губ гвоздики такие, мы проверяем гвоздики, это напряженные мышцы, да, и сидим, и чувствуем, что у нас вот здесь вот мышцы, и я думаю, что это как бы фейс-фитнес, да, и специалисты по гимнастике для лица скажут, какая вот здесь вот мышца, ну, какая-то мышца, она вот здесь у нас идет, да, по всей щеке. Давайте посидим еще чуть-чуть. Вот так вот, здесь у нас напрягается, да, поставьте, пожалуйста, цифру 10, если у вас в 2 дне напрягается пол лица, я думаю, уже не только губы, а мышцы лица. Отлично, 10, да. Это упражнение не просто для французского, на самом деле, я думаю, что я взяла частично их у дикторов, в учебниках фонетики, к сожалению, этого не пишут, но я думаю, что вы согласитесь, что дикторы на разных языках, ну, независимо от того, на каком языке они говорят, они должны говорить четко и понятно. Для французского это особенно важно, поэтому мы с вами становимся чуть-чуть дикторами. Примеряем платье французского и заодно, ну, допустим, не платье, а какой-нибудь пиджак диктора, да, примеряем 2 костюма сразу, и французского, и диктора. Замечательно. А теперь еще одно упражнение. Дальше у меня слайд. Да. Теперь будем 20 секунд делать упражнение «Менять трубочку в улыбку». То есть это максимальные 2, максимальные разные, да, как бы полюса, да, разные позиции. Максимальная вытянутая вперед и максимально плоская, да, растянутая до ушей. Давайте попробуем. Из трубочки перетекаем в улыбку и в течение 20 секунд это делаем. Максимально вперед. Максимально вперед тянемся вперед, а потом разводим тоже максимально до ушей. И это с напряжения все происходит. Трубочка. Улыбка. Трубочка. Улыбка. Это мои условные названия. Вы можете назвать это как угодно, просто при назывании трубочка все более-менее понимают, как это. И еще последний раз. Oui. Супер. Теперь посмотрим с вами на звуки алфавита. Буквы, они везде одинаковые. А вот звуки, они складывают наш язык. Будем сейчас произносить, используя трубочку и улыбку, и открытие рта. Да? Алло. Я хочу убрать пометки. Это почему-то в презентации сохраняются мои пометки с предыдущих разов. Voilà. Буква А. Казалось бы, ну что тут такого? Она такая же, как и в русском. Но нет. Русскоязычная А, она чуть-чуть глубоко. Вообще мы в русском языке говорим, не употребляя никаких специфических научных терминов. Я очень по-простому объясняю. Если вы лингвист, филолог или знаток фонетики, найдите слово сами, пожалуйста. Я сейчас говорю по-простому. У нас разделены языки по неким... Они располагаются в разных местах нашего речевого аппарата. Русский язык расположен скорее в горле, скорее вот там сзади, а французский скорее спереди, около зубов, на губах. И поэтому эту А, русскую А, которая вот там в середине, сзади, мы переносим ее вперед. Звук получается, как будто мы немножко умиляемся. Может быть, мы сюсюкаем немножко, может, мы напрягаемся, ругаемся, кричим, возмущаемся. Любая эмоция в русском языке нам дает перемещение этого звука. А, А, А. Да? Это вот здесь вот близко. А, А, А. Не А, А, А. Давайте попробуем сравнить. У нас сейчас нет цели прийти за две минуты к идеальному произнесению. Просто попробуем, как это может быть. Русскоязычное А далеко, и французское близко, А. А, А. А, А. Она менее раскатистая, она может быть детская, потому что мы меняем тембр голоса, чтобы произнести эту А. Она может быть похожа больше на детский, какой-то манерный такой язык. Уй, А. Может быть, оно более тихое получается. А. Попробуем. А. А. Следующая Бей. Здесь нам уже нужна улыбка. Это очень напряженный звук, взрывной. Бей. Смотрите, русскоязычный он такой вялый. А тут бей. Я предлагаю еще всем всегда поддаваться вперед. Бей. Когда мы всем телом идем вперед, звук наш тоже идет вперед. А нам нужно, чтобы он был вот здесь вот спереди. Бей. И чуть-чуть потянем его. Бей. Зачем мы тянем? Затем, чтобы потом перенести эту интонацию и растяжение в полноценные слова и фразы, где мы тоже будем растягивать и тянуть. Следующие наши буквы тоже в улыбке. Сей. Сей. Русскоязычная глубокая. А здесь сей. Вот здесь. Вот она у меня около зубов. Сей. Очень может быть детская. Произносим вместе. Следующие буквы тоже в улыбке. Дей. Дей. Дэ русская. Дэ. А здесь дей. 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 Детская. Да? У меня в русском языке, в общем-то, довольно низкий голос. Он у меня ну не тонкий, в общем, да? Если по градации женских голосов смотреть, он у меня не супертонкий. Когда я говорю по французски, он у меня утончается. Это нормально. Если у вас тоже так получается, это признак того, что вы меняете физиологию или физику звука. Звук – это же про физику. И нам нужно изменить его в общем составляющей. Из одного языка перейти в другой. С горла на кончике губ. Дей. Итак, еще раз. Бей. Одинаковый, да? Бей. Сей. Дей. Я сейчас поддаюсь в экран. Давайте попробуем вместе еще раз и перейдем к следующей букве. Звуку. Бей. Сей. Дей. Следующая буква в трубочке. Ставим трубочку и только потом произносим. Это звук образуется только на кончиках губ. Только. Э. Э. Произносим, попробуем вместе. Вот здесь вот он образуется. Э. 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 Это не О. Глубоко в горле. Не О. Это не Э. Когда мы открываем рот. Э. Э на самом деле оно тоже где-то в середине, в глубине. А Э. Она впереди. Мы выдыхаем воздух и вместе с Э его делаем. Давайте попробуем. Э. Следующая буква. Я записываю их названия так, как они писались бы с точки зрения правил написания слов вообще. То есть таких слов не существует. Ну, условно, да. Таких слов не существует, которые говорят нам, что эта буква называется Д. Ее имя. Д. Давайте представим, что такие слова есть. И вот они писались бы вот так. Эф. То есть, чтобы прочесть Эф, француз напишет вот так. Эф. Приходит к нам наше первое правило чтения. Мы одновременно с вами занимаемся еще правилом чтения. Аля. Я хочу вам зачеркнуть последнюю Э. Но оно у меня не зачеркивается. Последнюю Э зачеркиваю, потому что оно не читается. Э на конце, без всяких надстрочных знаков, не читается никогда. Это дань латыни. Я всегда рассказываю сказку. Ну, то есть это не сказка, это и не легенда. Это действительно исторический факт. Но звучит оно как такая прибаутка. Французы и Франция всегда была в Европе, в Старом Свете главной страной. Экономически, политически. Да, ну, может быть, Российская империя там когда-то противостояла. Но, в общем-то, с X века, когда образовалась первая французская империя, империя франков, да, франкская империя, Франция на веков 9 стала главной страной, самой могущественной. И только в XX веке Англия, уже имея огромные колонии за своими плечами, да, стала влиять на мир и вообще на ситуацию. И английский язык захватил всю планету и стал самым популярным. Но нужно отдать должное, что Франция всегда была главной. И французский язык был самым модным и самым влиятельным. И на французском говорили все. Все его учили, да. Но французский и Франция, и Французская империя не просто так стали такими важными, они опирались исторически на Римскую империю, там, где были Цезарь, Октавианы, Августы, то есть там, где была латынь. А латынь до сих пор имеет статус такой, да, очень, в общем, научный какой-то, ну, короче, это великий язык, хоть и мёртвый, да. И так вот, французский и французские империи, империи, разные империи, да, по-разному и назывались, и сама Франция, наследуют это величие латинского языка и сохраняют его в языке, в своём, французском современном. Мало кто об этом думает, мало кто это знает, но единственное объяснение, почему все эти 500 букв пишутся в этом слове и читаются только 3, а пишется 500, ну, условно, вы понимаете, да, пишется там 10, читается 4. Почему так? Потому что очень важно наследие латинской или римской империи из тех давних-давних времён. Это очень важно. И поэтому сейчас мы с вами «э» не читаем на конце, а если нам попадаются две согласные одинаковые, мы читаем их как одну. Здесь скорее просто. Произнесём вместе. Ф. Ф. Ну, в общем, ничем не отличается от русского, только очень чётко. Ф. Следующая буква – улыбки. Зи. Зи. Давайте произнесём. Зи. Следующая наша буква. Пишется она вот так, вот там целых 5 букв, а читается аш. Аш. Ё на конце, мы уже поняли, что она не читается. Давайте возьму чёрный цвет. Мы поняли, что Ё на конце не читается, я её зачёркиваю. А первая буква аш тоже не читается. Она тоже из латыни. Она модифицировалась и исчезла, но писать мы её обязаны. Хотя в остальных языках, например, в итальянском, слова пишутся без аш, но имеют однокринное слово во французском, где есть аш. В общем, французы всё, весь груз исторический за собой везут, а остальные языки уже освободились от него. Итак, произносим вместе аш. Эту ш мы длим и тянем. Мы настаиваем, что там ш на конце. Это не математическое, да? В математике у нас тоже было аш. Мы говорили просто аш. А здесь аш. Настаиваем. Следующая буква и звук в улыбке. И. Давайте произнесём. И. Следующая наша буква похожа и тоже произносится в улыбке. Это жи. Мягкое жи. Жи. Потянули. Жи. Следующая буква – это мягкое кя. Как будто там наша русская буква я стоит. Кя-кя-кя. Очень мягкий французский язык. Кя. Давайте произнесём. Кя. Кя-кя-кя. Следующая наша буква – ЭЛ. Мы опять зачёркиваем «э» на конце, потому что она никогда не произносится. Две буквы одинаковые звучат как одна. И она ещё и мягкая. ЭЛ. И очень чёткая. Л. Отстреливает. Вялое русское ЭЛ. ЭЛ. Л. Л. ЭЛ. ЭЛ. Попробуем. Давайте. ЭЛ. Следующая буква – ЭМ. Тоже «э» на конце не произносим. Две буквы ЭМ звучат как одна. Но здесь очень важно, чтобы М была чёткой и отстреливала. Это значит, что мы смыкаем губы. М. И размыкаем. И только тогда звук совершился. ЭМ. ЭМ. Попробуем. ЭМ. Ой. То же самое будет с ЭН. ЭН. Только «э» не читаем на конце. Только здесь мы не будем губы смыкать. Здесь будет язык упираться в зубы. Но нам нужно ЭН. Язык упирается в зубы и уходит. И больше не упирается. Как будто бы условно. Змея. Она жалит и убегает. ЭН. Нам нужно сделать такой звонкий Н. В русском языке это будет вялый Н. Он как будто бы носовой. Н. Н. Что сказали? Или М. Или Н. Не очень понятно. Очень звонко. Ещё раз. ЭН. Чтобы на том конце улицы услышали, что вы действительно произносите ЭН, а не ЭМ. Это разные буквы. Попробуем произнести ещё раз. ЭМ. Сомкнули, разомкнули. ЭМ. А теперь ЭН. Языком Н. Отлично. Следующая наша буква О. Мы обязательно ставим губы, ну, условно, в ту же самую трубочку и удивляемся по-настоящему. О. О. Следующая буква улыбки. Пэй. Не буква. Мы сейчас с вами смотрим звуки. Но одновременно это название букв. Пэй. Она очень взрывная. Пэй. Пэй. Это не глухая. Пэй. Пасиба. Да? Или что? Пётр. А это Пётр. Пэй. Пэй. Попробуем. Пэй. Пэй. Следующая наша буква и звук КЮ. Здесь нам тоже понадобится трубочка. Это обязательно. Мягкая КЮ. КЮ. Это буква КЮ. Это не КУ в горле, а это КЮ. Так. Дальше произносим Р. О. На конце не читается. И сейчас мы не будем останавливаться на специфике произнесения этой буквы. Но всё-таки в нашем языке есть варианты произнесения буквы Г. Есть южно-русский, украинский Г, да, в слове «бухгалтер» или «ага». Мы физически можем произнести эту «г». Давайте произнесём сейчас. Ага. Г. Бухгалтер. Это та самая «р». У южных французов она звучит «р». Прямо рычание какое-то, да, у Миле и Матьё такое «р». Но это провинциальный французский, так скажем. Если у вас получается говорить «а», говорите, пожалуйста. Но, скажем, столичный «эх» парижский и вообще язык в основном, он довольно глухой, да, этот звук глухой в языке в основном. Это «г», это то самое «г». Я бы её описала, вот я сейчас вам напишу, ну, то есть это русские символы, но всё-таки вы можете произнести её как «г», средняя, между «г» и «х», да, «г», «г», «бухгалтер», проверочное слово «г», вот это глухое «г», то самое красивое «г». Оно в зависимости от окружения приобретает более звонкие или более глухие варианты, но всё-таки она глухая. Следующая наша буква – это «эсс», её на конце не читаем, «эсс», очень чётко, «эсс», очень чётко, чтобы все знали, что это не «с», какое-то что-то, это «эсс». «эсс», мы настаиваем, мы играем чуть-чуть, мы чуть-чуть актёры, да. Следующая наша буква тоже в улыбке – «т», она немножко с придыханием, это не просто «т», «вяло», это «т», 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 знаете, как в английском есть какое-то «т», «т», «ч», вот какие-то взрывные звуки, это такая же. «Т», 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 как будто мы «ц» идем сквозь зубы. «Ц», очень может быть похоже на «ц». Звука «ц» во французском нет, но есть вот «т», среднее между «т» и «ц». «Ц». Следующая буква и звук «ю». Та же самое, то же самое расположение губ, что было у нас в «кю», смотрите. Я чуть-чуть зачеркнула, но, в общем, мы только что произносили с вами «кю», и теперь будет «ю». Этот звук очень далёк от звука «у», который в горле. «У». Давайте пробуем произнести русский «у». «У», а это кончики губ. «И». Мы умиляемся и говорим «у-тью-тью-тью-тью», да? «И-и-и-и-и-и». Какой милый кто-то, котик, пёсик. «И». И теперь наша последняя строка. Нам нужна улыбка. «Вей». Настаиваем на этой букве. «Вей». Следующая буква «дубль». В русском есть такое слово «дубль». «Снять ещё один дубль в кино». Это французский «дубль». «Дубль». «Л». Нам нужна чёткая «л». «Дубль». И следующая буква «повтор предыдущий». «Вей» повторяется ещё раз. Она в улыбке. «Дубль вей». «Дубль вей». Просто «вей» в улыбке. И следующая «дубль вей». Следующее слово и наш звук, и буква называется «икс». Здесь важно, чтобы «к» было мягким. Я поставлю вот такой смягчающий звук, значок «икс». «К». Отдельно произнесём «к», как будто там мягкий знак дальше. «К». И целиком всё название «икс». «Ки-ки-ки». «Икса». «Икса». Попробуем. Мы сейчас просто пробуем с вами «икс». Следующая наша буква и предпоследняя – это греческое «и». Поэтому называется «и». А дальше слово греческий. «Грек». Попробуем произнести там вместе с «г», вот этим «зг», «зг». «И-Грек». «И-Грек». У меня разные, да, и «г», и «г». Разные. «И-Грек». Но главное, чтобы было мягкое «к». Опять. «И-Грек». Попробуем. «И-Грек». И последнее «зэд». Но на конце мы не читаем. Звонкое «д». В математике тоже есть, ну или в английском, да, в разных языках есть тоже эта буква, она звучит как «зэд». Но на конце там «дэ», «зэд», «зэд», «дэ», 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 «дэ». Очень звонко «зэд». Зачем так подробно смотреть на алфавит? Не потому, что вы его не знаете. Повторяю, что все названия букв складывают наши слова во французском. Если вы не произнесете «зэд», звонку «дэ», то вы в остальных словах, в слове «большой», например, «большая», «высокая», «гран-дэ», вы не произнесете «дэ», и у вас будет «грант». «Грант», мне дали «грант», я поехала во Францию, да. Это слово «гран-дэ» будет. И мы уже начинаем на алфавите отрабатывать эти нюансы «зэд». То есть на курсе с нуля, например, первое, что мы делаем, мы отчитываем алфавит просто. То есть мы, условно говоря, не делаем ошибок в словах. Очень многие боятся всегда делать ошибки в словах, неправильно произнести. Мы пока что еще нигде ошибку не сделали, никаких слов мы не запороли их словно. Мы просто читаем алфавит, пробуем. Поэтому предлагаю вам обратить внимание обязательно на алфавит. И, разумеется, я пишу вам внизу надстрочные знаки, вот эти вот все. Мы их сейчас не называем. Есть надстрочные и подстрочные, но надстрочных больше. Неважно, как они называются, главное, что они есть. И это обязательные знаки, обязательные символы. Без них слово может приобрести другое значение, не быть распознанным. Может быть, его не распознают на письме. Если вы не напишете, и кто-то прочтет его, он прочтет, может его прочесть по-другому, чем оно должно произноситься со знаком. То есть вот мы сейчас уже видели, да, я писала некоторые буквы. Например, «вей» был надстрочный знак здесь. «б», «с», «д», первая вся наша строка тоже была со знаками. Это было важно для произнесения. В словах они пишутся, если не будет написан какой-то знак надстрочный, это будет орфографической ошибкой. Если в русском языке мы можем написать «ёжик» через «е», все поймут, во французском этого нельзя сделать. Поэтому вот, пожалуйста, с сегодняшнего дня обратите на них внимание. Итак, давайте чуть-чуть проговорим ещё. Мы посмотрели, что «э» на конце никогда не читается. Мы уже сейчас идём знакомиться со словами, с нашими первыми словами, и мы будем знать, что «э» на конце никогда, ни за что. Это просто пристык латыни. Она не будет читаться. Она несёт на себе историю, если только нет надстрочных знаков. Надстрочные знаки вот эти вот все, их по-разному называют, ну, в общем, палочками их называют, надстрочные знаки в разные стороны будут влиять, да. Но если знака нет, то мы не читаем. Следующий пункт, который мы увидели, что, ну, соответственно, «э» с надстрочным знаком будет произноситься по-разному. Это разные знаки. Давайте попробуем с вами. Я не застряла внимание. Первое наше сочетание – это улыбка. Это буква «сэй», третья буква «абэсэй». А последняя буква лафавита – это широко открываем рот, челюсть вниз. Тренируемся с челюстью «зэд», «зэд». Ну, разумеется, не так сильно, чтобы её вывихнуть, но всё-таки больше открываем «зэд», да. И мы увидели, что буква и звук «ы», буква «кю», например, у нас была, произносится всегда на кончиках губ в трубочке. Вот здесь вот «кю». Просто без губ «кю», «кю», «кю». У меня получается «у» на самом деле, да. Нужно вытянуть губы. Давайте их вытянем ещё раз. Губы устали – это потрясающий признак. Замечательный признак того, что вы на верном пути, что вы отлично работаете. И если вы хотите работать с французским, то мало об этом говорят, может быть, говорят, но не тренируют. Чтобы оно входило в вашу привычку ежедневную, когда вы будете заниматься французским, вы сами контролируйте, пожалуйста, что делать упражнения нужно обязательно, что вы их делаете, что вам предлагают их делать, или что вы не забываете их делать. Это важно. Без упражнений на артикуляцию и фонетику звуки будут нечёткими, и они будут съезжать у вас в русский язык. А мы только что поняли, что русский язык вялый, и там, если сказано «п», «б», «с», «д», то оно таким остаётся. А во французском это «п», «б», «с», «д». Это другие звуки. Пишутся так же, может быть, но это другие звуки. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, мне «pouss en l'air», я называю это «pouss en l'air», но просто по-французски это «палец вверх», если у вас есть возможность поставить смайлик. Если вы сейчас работали, и вот кто-то пишет, что устали губы, если вы работали, и вы поняли и осознали, ну, или плюсик, да, что вы осознали, что фонетика – это правда работа, это накачивание мышц, это не так просто. Поговорить по-французски – это работа. И работа не на грамматику, и не учить глаголы. Учить глаголы, конечно, тоже, но в первую очередь это фонетика. Пожалуйста, запомните это, принесите, понесите, унесите с собой это дальше в французский язык. Я считаю, что это нужно делать с нуля, потому что дальше переучиваться очень сложно, да. Давайте с вами посмотрим на согласные, те, которые очень чёткие, взрывные, и мы с вами просто посмотрим на примерах слов. Я пишу вам здесь транскрипцию, но вы помните, что транскрипция – это не самое важное. Можно знать правила языка, а транскрипция – на самом деле это дополнительный язык. Это какие-то новые символы. Они как-то ещё по-другому выглядят, пишутся и читаются, нужно соотнести одно с другим. Транскрипция здесь только для тех, кому с ней спокойней, кто, может быть, умеет её читать. Давайте посмотрим. Буква Б, звук Б, он такой взрывной. Б, он, конечно, мягкий, как вы пишете, да, согласные мягкий, но он взрывной, и он чёткий. Бел. Смотрите, Ё на конце мы, конечно, не произносим, помните это, да. Бел. Зачёркиваю, Ё. Эль, как одна, за одну букву считаем, и произносим её мягкой. Бел. Л, Бел, Л, 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 Л. Произносим Бел. Я пишу вам перевод на всякий случай, что если у вас возникнет вопрос, но я не обращаю на него внимания, потому что сейчас мы работаем за звуками. Дам. Ё на конце не произносим, но мы помним с вами, что, во-первых, Д очень твёрдая такая, ну, хорошо, не твёрдая и не мягкая, она такая взрывная. Д, Д. Дам. Это хорошее А. Это не Дам. Это не Э, не Э. Это А. Дам. Дам. Это М, который смыкается и размыкается. Дам. Дам. Пробуем. Дам. Окей? Следующее наше слово для тренировки – это Франс. Ё на конце не читаем, но хорошее С звучит. Оно хоть и глухое, но оно длится. Франс. Мы настаиваем на этой С. Да? Франс. Пробуем звук Г. 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 Франс. Франс. Г. Бухгалтер. Ага. Ага. Франс. Носовой звук пока не берём. Как у вас получается, так и получается. Франс. И следующее наше слово. Ит. Это цифра. Все цифры на конце имеют читающиеся согласные. Мы её читаем. Но буква Аш, мы помним, что это из латыни. Оно не будет читаться. Итак, трубочка И. И улыбка сразу И. И-Т. И-Т. И-ВИ-Т. Произнесём ещё раз. И-ВИ-Т. Окей? Следующее наше слово. Ж. В трубочке. Ж-ДИ. Ж-ДИ. Сочетание букв вот этих. Это просто звук И, который мы уже видели в алфавите. Трубочка И. Две буквы сливаются в одну, в один звук. Это называется дифтонг в лингвистике. Ж-ДИ. Если вам интересен этот термин, вы его знаете или используете. Ж-ДИ. 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 Конец артикуляции, да. Мы туда-сюда двигаем губами обязательно. Ж-ДИ. Следующее слово с мягкими К. Первое К мы и так видим. И последнее К. Ё на конце не читаем. А вот эти две буквы, они в компании всегда одна с другой идут. Буква К и буква Ю. Они дают один звук К. Ну, то есть просто К, мягкий. Это Ю не звучит. Но они договорились, что всегда будут эти вместе. Поэтому они идут и читаются как К. Получается КИОСК. Давайте произнесём. КИОСК. Мягкое и первое, и последнее. Как будто там мягкий знак русский стоит. КИОСК. По-русски это будет КИОСК. К. В горле. А здесь на кончиках языка, около зубов, вот тут вот мы. КИОСК. Что-то очень филигранное. Какая-то работа такая очень тонкая происходит именно на губах. КИОСК. 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 Следующее наше слово. В трубочке. ЛЮ СОН. Урок. Сейчас у нас с вами идёт ЛЮ СОН. Носовой звук опять-таки мне не важен. Призносите, как получается. Главное, что Н, оно не чёткое. Не такое чёткое, как у нас было Н. Здесь его, ну, так, где-то он там маячит, брежет. Но не произносим. ЛЮ. Главная трубочка. ЛЮ СОН. Подстрочный знак. Мы опять его не называем, но он есть. Подстрочный знак позволяет нам читаться этой букве как С. И мы обязательно пишем этот знак. ЛЮ СОН. Трубочка. ЛЮ СОН. Следующее наше слово – это МЕР. Челюсть вниз. И пробуем здесь произнести Г. Бухгалтер. Тянем. Давайте ещё. МЕР. Так. И следующее наше слово – ДЛИННОЕ. Чтобы вы не расслаблялись. Длинных слов очень много. Мы здесь обращаем внимание на то, что много А. Ну, две буквы А. Два звука А. Помните, они не в глубине А. Они вот здесь вот впереди. А. 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 И мы произносим и А чётко, и О чётко. То есть разные вообще. Где А, где О. Здесь звучание С. Произнос вместе. На. Сьё. На. Ли. Тей. В конце улыбка. На. Сьё. На. Ли. Тей. Вы? Напишите, пожалуйста, мне плюс, если вы попробовали произнести хотя бы одно слово сейчас вместе со мной. Результат не важен. Важно, что вы пробовали, что вы пытались, что вы слушали и пытались воспроизвести. Вы хотели повторить. Вы чувствовали, что это иные звуки. Нам сейчас важно почувствовать и понять, и принять, самое главное, принять. Я принимаю, что во французском другие звуки. Именно этим он отличается. А лексика, в общем-то, может быть одна и та же. О, у меня есть ещё. Пардон. Давайте просто произнесём быстренько эти слова без уточнения, где какое правило чтения. Но, разумеется, они тут везде для вас, скорее всего, новые. Итак. Пэр. Очень похоже на то, что у нас было слово мая. Пэр. Кэстион. Мягкое. Кэ. Они, помните, вместе идут всегда. Кэстион. Кэстион. Следующее слово. Рэжион. Рэ. Опять улыбка. Рэжион. И кэстион. Оба с улыбкой. Рэжион. Следующее слово. Суах. Вечер. Уа. Уа. Отдельно произносим звук. Уа. 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 Суах. Это г на конце. На самом деле оно не р. Оно очень глухое. Его даже опускают, его кто-то даже и не слышит. Суах. Следующее слово. Суах. Следующее. Ту. Согласно, на конце мы не будем читать. Это про латынь. Ту. Это тот самый нам привычный звук у в горле. Он тоже в французском есть. Ту. И следующее слово тоже с этим самым звуком. Ву. Тоже У в глубине. Вот там. Ву. 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 Есть английское слово. Уикенд. Но несмотря на то, что и в русском тоже есть этот уикенд, мы произносим глухое Т на конце. Уикенд. А нам во французском везде нужно звонко. Уикенд. Д. Ещё раз произносим вместе. Уикенд. Уикенд. Которая по-разному звучит периодически. Но сейчас она звучит как ГЗ. ГЗ. ГЗАВЬЕЙ. ГЗАВЬЕЙ. Имя такое. ГЗАВЬЕЙ. И попробуем произнести букву З. Она звучит всего лишь как З. Нам привычная. З. Улыбка. ЗЕЙГО. ЗЕЙГО. Ещё раз. ЗЕЙГО. А теперь пойдём посмотрим на гласные. Гласные очень важны, потому что они основа языка. Конечно, согласные тоже. И что они мягкие, что они особенные, взрывные. Такие, такие. Но и гласные тоже. Вокруг них образуется вообще слово. Без гласных слова не существует. Гласных всего шесть. Давайте произнесём. Они все будут вот здесь вот впереди. А. Такая детская, может быть, игривая А. Она не О, она А. И пример для этого слова, для этого звука. Слово ПАРЛЕЙ. Вот здесь вот. ПАРЛЕЙ. Не ПАРЛЕ в франции. А ПАРЛЕЙ. ПАРЛЕЙ. Вот очень близко здесь, да, и нежно. Следующая наша буква в трубочке. Э. 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 И пример слова Ж. Следующий звук и буква И в улыбке. И. И слово ИЛЬ. Произносим вместе ИЛЬ. Следующая буква и звук О. Обязательно в трубочке. О. 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 И слово МОНД. И. Зачеркнуто, потому что мы её не читаем. МОНД. Звонкая Д. МОНД. Поним? Следующая буква и звук И. Тоже в трубочке. Тоже. Поэтому мы и тренировали, потому что она часто очень встречается. На кончиках губ. И. И слово ТЮ. Мягкое ТЮ-ТЮ-ТЮ. ТЮ. Очень часто употребляющееся слово, да, ТЫ. ТЮ. И последнее слово с буквой И. Мы помним, что это греческое И. Греческое И – это просто две И. Обычный звук И. Есть обычное И, а есть греческое. Но они по звуку не отличаются ничем. К счастью, во французском. И произносим. СИСТЕМ. М отстреливает. СИСТЕМ. По-русски это как звучит? СИСТЕМ. А по-французски очень чётко. СИСТЕМ. Попробуем произнести. Может быть, кривляясь где-то. Вы лучше для себя подберёте слово, какое вам нравится, как описать эту французскую манеру. Я называю её либо кривляться, либо умиляться, либо сюсюкать, либо, не знаю, сердиться, какое-то презрение высказывать. Как угодно. Главное, чтобы оно было не похоже на русскую систему. СИСТЕМ. СИСТЕМ. Так повседневной речи французы будут произносить слово «система». Итак, это были гласные и согласные. А теперь мы с вами посмотрим некоторые правила чтения. Разумеется, сейчас вы их не сможете запомнить. Это не цель наша. Не стоит их прямо сейчас заучивать, записывать, потому что, в общем, есть полные списки. И у меня тоже на сайте вы можете его найти. Полный список правил чтения. Давайте посмотрим сейчас некоторые. Сочетание букв вот этих даёт нам русскоязычный похожий звук «э». Ну, как наша буква «э». Челюсть вниз открываем и произносим «э». И пример «жэ». Я имею там что-то «жэ». Жэ, жэ, жэ. Открываем руку «жэ». Следующая буква «аж», которую мы не читаем. Мы уже видели, когда смотрели алфавит. Мы так знаем, что она не читается, хоть она пишется для истории. Произносим вариант «илабит». И здесь очень важно, что мы связываем два слова вместе. Хоть их и два. «Иль абит» будет звучать очень по-русски. Мы будем отрубать связь его, он, и связь его с глаголом «живёт». Нам нужно единое целое им создать. «Илябит». Как будто одно слово. Попробуем давайте с вами. «Илябит». Если человек не знает французского, он никогда не поймёт, сколько здесь слов. И не нужно понимать, потому что все слова во французском склеиваются воедино. Я вам уже приводила пример, когда представлялась. Я сказала «жэ мапель Лиза». Сколько здесь слов. Если вы не знаете французский или знаете, как пишется эта фраза, вы не скажете мне. Вы скажете одно слово. На самом деле их там четыре. Представляете? «Жэ мапель Лиза». Там четыре слова. Итак. «Илябит». Давайте проговорим. «Ё» на конце не читаем. «Аж» не читаем. Ничего не читаем, зато склеиваем. «Илябит». Следующее наше сочетание звучит как «ш». Иногда оно звучит как «щ». Прям вот хорошо, что здесь пример такой по-русски. У нас буква «щ» тоже есть. «Щ». «Жэ шэрш». Ну, среднее между «ш» и «щ», такое очень шипящее. «Жэ». Трубочка. «Жэ шэрш». «Я ищу». «Жэ шэрш». «Жэ шэрш». Произносим, повторяем. Повторяем. Главное, больше, как можно больше раз повторять, слушать спикеров, дикторов в смысле франкоязычных, и повторять. Слушать и повторять. И постоянно это вот закольцованное такое действие. «Жэ шэрш». Следующее сочетание – это «о» плюс «и». И мы тоже встречали это сочетание с вами, и мы произносили его как «уа». И оно всю жизнь во всех словах всегда-всегда будет читаться «уа». Попробуем с вами «уа». И это слово, которое я произнесла первым, войдя в этот эфир, это было «бонсуар». «Бонсуар». Смотрите, «р» на конце вообще не звучит, оно очень-очень глухое. «Бонсуар». Просто не «р», а «х» даже. Следующее сочетание букв «о» и «ю» – это звук «уу». Он фактически равен нашему русскоязычному звуку «уу». Он в горле. «Бонжур». Давайте попробуем произнести. Важно здесь звук «у». «Бонжур». И потянули эту «ууу». Для уверенности, что мы точно её произнесли. Теперь слово «вуу». Мы тоже его уже видели. На конце не произносим согласную. «Бонжур». И «вуу». Тоже тянем. «Вуу». Тянуть нужно не только потому, что франкоязычные люди тянут свои слова и фразы, а чтобы убедиться, что «а я правда произношу тот самый звук». «Вуу». Чем дольше мы его произносим, тем вероятнее, что мы услышим или нас услышат и поймут или не поймут. Следующее наше правило. Мы тоже смотрели уже «кю» и «ю» всегда идут вместе. «Ю» при этом не читается. У нас мягкое «кю». Произносим вместе «кэстион». «Кэстион». «Кэ-кэ-кэ-кэ-кэ-кэ». «Кэстион». И ещё один пример. Слово «кто». Буквы эти две вместе, помните? И одна из них не читается. Получается «ки». Мягкое «ки». «Ки-ки-ки». И ещё некий список букв, которые не читаются на конце. Это тоже сейчас мы не запоминаем. Я иллюстрирую вам ту самую историю, легенду в кавычках, про латынь. Что все эти буквы пишутся вслед за латынью. Но они не читаются, потому что современный язык, конечно же, эволюционировал. А история с латинской империей и подсчётом в латыни осталась. Итак, мы не читаем на конце «э» никогда, если нет насрочных знаков. Мы не читаем «сэ». Есть исключения. Разумеется, есть исключения. Всегда во всех языках. Не читаем «сэ», не читаем «тэ-дэ». Давайте произнесём. Они взрывные, да, такие «тэ-дэ». Не читаем «с-зэ». Не читаем «пэ». И очень часто «эр» и «эл». «Эр» и «эл» – особенные буквы, они называются сонорные. Опять-таки, это лингвистический термин. То есть, это среднее между согласный и гласный. И давайте произнесём, прочитаем примеры. «Эл» – «э» не читаем здесь. Слово «табак». По-русски «к» читаем, а по-французски – нет. «Таба». И здесь «а» впереди. Помните, оно не глубоко «табак». А вот здесь вот «таба», «таба», «таба». Меняется тембр, вы слышите, да, или как это называется. Ну, в общем, низкий голос становится чуть-чуть выше. Вот меняется его звук, да. Не «табак», «табак», «табак». «Таба», «таба». Он чуть-чуть детским становится, да. Вот эта специфика, я не специально так делаю. Чтобы произнести правильно, мне нужно изменить высоту голоса в том числе. Наконец, слово «салю», я здесь, видимо, загородила всё. Давайте я уберу и снова подчеркаю. Пардон, пардон, пардон. Почему-то они не убираются у меня. Ну, в общем, здесь «салю», «салют», да. «Салют» у нас есть в русском языке, «салют», «петарды» и так далее. Мы эту «т» не читаем на конце. «Салю», «салю», «салю». «Са», открываем раз широко, но «а» всё-таки не уходит в горло, она вот здесь вот. «Са», а дальше трубочка «лю». И «т» на конце не читаем. «Салю», приветствие такое. И форма «я есть», основной глагол языка «жэсюи». Пробуем произнести, на конце согласную тоже не читаем. «Жэсюи», «сю», трубочка «сю», и улыбка «и». «Сюи», «сюи», «жэсюи», «жэсюи», «жэсюи Лиза», я Лиза. «Жэсюи Лиза». Давайте попробуем потренироваться. Напишите мне, пожалуйста, «жэсюи» и ваше имя. И попробуйте произнести. «Жэсюи Татьяна». Видите, не ударение на конец, а удлинение. «Жэсюи Татьяна», «жэсюи Лиза», «жэсюи Вера». «Жэсюи», трубочка «жэсюи». «Жэсюи», «жэсюи». Нам не подойдёт «су», и не подойдёт «суи», ну, какое-нибудь такое, да? Нам нужно именно такое вот уменьшительное, ласкательное, как будто бы «сю», «сюи», «жэсюи Элейна». И попробуем это всё связать воедино. Пробуйте, пожалуйста, с вашим именем произнести вашу фразу. «Жэсюи Элейна», без дыхания между именем и «жэсюи». «Жэсюи Вероника», «жэсюи Вика», «жэсюи Мари». И вы отлично пишете эту «и» долго-долго-долго, потому что мы её будем длить. «Алоро», «жэсюи», 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 «жэсюи Лиза», «жэсюи Лариса». И так далее, так далее. «Жэсюю Любовь». Мы связываем эти два, да, «жэсюи Жюли». Тянем конец, но обязательно связываем два слова. «Жэсюю Ольга». Слышите, да? «Жэсюю». Я перетекаю в следующее слово. Пробуем, пробуем не делить, вот так вот рубить топором слова одно от другого. Они все вместе. Это язык, и они все в одной семье. Да, мы не можем их разделить. Здесь французский очень такой сплочающий, соединяющий. Мы здесь с вами собрались из-за французского. И он в том числе соединяет и слова вместе. Давайте посмотрим, перейдём дальше. Наконец, от фонетики к уже нужной нам лексике. Посмотрим с приветствием, как мы здороваемся. Опять-таки, я пишу всегда везде транскрипцию, но она нам не нужна, потому что мы уже когда-нибудь с вами будем знать на зубок, все правила чтения. А пока что, давайте будем повторять друг за другом. Бонжур. Пишу вам стрелочку наверх, потому что эта интонация всегда наверх, даже если у вас всё плохо, даже если вы не рады. Нам нужно потянуть. Бонжур. Можно долго тянуть, можно коротко. Попробуем, давайте. Бонжур. Это долго. Бонжур. Это коротко. Но у я тяну в любом случае. И очень важно, да, мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть слово бонжур на сочетание у. Оно вот здесь вот в горле, это русскоязычное у. Бонжур. Слышите х? Это не р, это х. Бонжур. Следующее наше слово, которое нам сегодня актуальнее. Бонс. Мы его часто встречали. Давайте. Бонсуах. Это сочетание ой и звук уа. Сначала произносим отдельно звук уа, а потом целиком слово. Уа. 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 Суах. Бонсуах. Слышите? Поскольку я не объяснила эх вполне, я это делаю подробно, конечно, на курсах, потому что нужно обратную связь друг с другом, да? Не просто я вам говорю, а вы ещё мне говорите. Поэтому сегодня я с этим не работаю. Мне нужна обратная связь от вас, чтобы поставить этот звук. Но поэтому я пытаюсь компенсировать сегодня, и я произношу так, чтобы… и замечаю всегда, как я его произношу. Осознанно, то есть, произношу. Давайте посмотрим ещё раз. Бонсуах. Это х. Бонсуах. Так можно. И это правильно. И это чаще всего встречается. Итак. Бонжур и бонсуах. Следующее наше слово «салю», мы уже его смотрели, «т» на конце мы не читаем, и мы открываем рот широко «са», а потом трубочка «лю». «Салю» и тянем это «ю». «Салю». Можно долго «салю», а можно коротко «салю». Но всё равно это будет дольше, чем нам привычно в русском языке. Правда. Может показаться иногда, что французы заторможены, потому что они что-то очень много тянут, очень много там растягивают что-то, ну, в смысле, мысль свою по древу, они растекаются мыслью, повторяют одно и то же. Это специфика языка. Может быть, это специфика ментальности тоже, того, как они мыслят, но нам сейчас важно, как они произносят. Поэтому просто давайте примем и согласимся с тем, что они тянут, они не ударяют. И да, для понимания я всегда даю, сейчас мы с вами не будем это делать, но попробуйте, поэкспериментируйте, может у вас получится, произносить русские слова и говорить вообще по-русски с французским акцентом. То есть, ну, хотя бы сейчас мы можем понимать уже, что мы удлиняем все слова и произносим чётко каждую букву. То есть не солнце, а солнце. Произнести L, да, который мы знаем, что мы её пишем, но не читаем. И удлинили E. Солнце. Это было бы по-французски. А солнце – это по-русски, да. Вот условно какие-то такие эксперименты интересно проводить, чтобы улучшать своё фонетическое французское чутьё, может быть. Итак, доброй ночи. Это будет Bonn. На конце не читаем. Bonn. N отстреливает. Bonn. Nui. Смотрите, трубочка, улыбка. Nui. На конце, конечно, T мы тоже не читаем. Это всё про латынь, да. Надеюсь, что вы не переживаете, потому что все обычно переживают, но чё так много… Не переживают, а бесятся даже иногда. Чё так много букв-то? Ну что происходит? Это латынь. А латынь – это всё для французской истории. Bonn. Nui. Потянули E. Bonn. Nui. Bonn. Nui. Oui. Ça va? Ça va? Это всё хорошо, всё окей. И мы переходим с вами к следующему. Опять мои пометки. Переходим к следующему разделу. После того, как мы поздоровались, мы не закончили здороваться. Наше приветствие продолжается в вопросе «Как дела?». Основной вопрос, полноценный. Давайте его произнесём. Он написан красным цветом. Comment ça va? Ко – обязательно о. Русскоязычные люди вместо о произносят всё, что угодно, но не о. Здесь это очень важно. Следующий звук после ко. О – а носовое. Comment. Это а. Comment. Чёткое о, чёткое а. Comment. Носовые звуки нас сейчас не интересуют. Это меньшее из зол, которое есть. Comment. И дальше «сава» вот здесь вот вблизи губ и зубов. Comment ça va? Мы обращаемся как будто к ребёнку. Представьте, я надеюсь, что вы, может быть, уже подобрали себе какой-то образ, которому вы будете умиляться. Не «comment ça va?» Вот там, да? А «сава» вот здесь. Comment ça va? Ça va? Попробуем произнести, давайте. Comment ça va? И интонацию наверх поднимаем. Давайте попробуем. Comment ça va? Comment ça va? Интонация наверх может подниматься по-разному, в зависимости от темперамента человека и вообще его особенностей. Я могу поднимать «comment ça va?» или «comment ça va?» Нет, это было вниз. Ну, в общем, я не могу на этом примере вам показать, но я знаю точно, я слышу это у разных людей. По-разному идёт интонация. Главное, чтобы вы, может быть, поначалу себе дирижировали. Вы наверх поднимаете руки, и ваша фраза тоже поднимается наверх. Comment ça va? Или «comment ça va?» Как угодно, но пробуйте, пожалуйста, наверх. Итак, а как мы отвечаем на этот вопрос? Мы используем ту же самую конструкцию «сава». Это дословно «как оно идёт». То есть жизнь, скорее всего, «как оно идёт». Ответ у нас «оно идёт». Хорошо, спасибо. На вопрос «comment ça va?» Никогда никто не ждёт рассказ о вашей жизни, о том, как вы пошли погулять с собакой, и что с вами случилось, как у вас болит голова. К сожалению, это менталитет. Я очень долго к этому тоже привыкала, ну, скажем, внутренне привыкала. В языке это я сразу поняла, но очень грустно. И автоматически начинаешь продолжать, что вот «а у меня всё хорошо, знаете, у меня…» Я там, не знаю, я выздоровела, или у меня много новых учеников, хочется поделиться. Во французском, так же, как и в английском, во многих европейских языках никто не ждёт ничего от вас, поэтому мы с вами смотрим фразы короткие. «Çа va bien?» «Çа va» впереди, вот здесь вот около губ, а «bien» – это улыбка. «Çа va bien?» «Merci!» Произносим вместе, поднимаем потенцию наверх. «Çа va bien?» «Merci!» «Çа va bien?» «Merci!» Следующее слово. Замечательно, отлично. «Парфей!» Хорошая «а». «Парфей!» «Парфей!» «Merci!» «Merci» вообще обязательно говорит везде. То есть вам ничего такого не сделали, но вы всё равно всегда говорите «мерси!» И эту тянете обязательно. «Мерси!» Следующий наш вариант. «Так себе!» «Так себе!» Эти два варианта здесь через запятую не написаны, вы можете их разделить и употреблять отдельно «bof». Хорошее «o» – «bof». Это ничего не значит, это восклицание, типа, ну, фигня, типа, ну, не особо, ну, так себе. Слово не имеет значения, вряд ли, может быть, даже в словаре его когда-нибудь и не будет. В смысле, в каких-нибудь словарях его может и не быть. Это восклицание просто «bof». Следующее наше выражение, что «не очень» – это два слова. «Па-врей-ман». Попробуем произнести. «Па-врей-ман» – «не особо», «не реально», «не действительно». Дословно это так переводится. «Па-врей-ман». Ещё раз «bof», «па-врей-ман». И последнее. Если у нас всё плохо, интонация от этого не страдает, она всё равно поднимается наверх. «Са-ва-мал», 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 «всё идёт» или «это идёт плохо». Ну, вот так вот, да. «Са-ва-мал». Попробуем произнести ещё раз. «Са-ва-мал», «са-ва-бьен», «мерси», «парфей». «парфей» и «не очень боф». «Па-врей-ман». Итак, давайте мы с вами поздороваемся и расспросим. Я вас спрошу, как у вас дела. «Бонсуар» или «бонжур». «Коммэн са-ва?» «Коммэн са-ва?» Чтобы вы ответили на этот вопрос. «Коммэн са-ва?» Вопрос, конечно, не вопрос мой. Идея упражнения нашего в том и нашего общения. Не в том, чтобы вы написали, а чтобы вы написали и произнесли. Именно произнесение в момент с написанием или в момент с узнаванием материала – это самый нужный навык в обучении. «Коммэн са-ва?» «Са-ва-бьен?» «Мерси». Произнесите, пожалуйста, вместе с тем, как вы написали. Пожалуйста, произносите. «Са-ва-бьен?» «Мерси». Или если вы не хотите писать, ну, вот не получается эти все символы набирать, произносите другие варианты, варианты те, которые вы видите в чате. Обязательно мы с вами пишем подстрочные и надстрочные знаки. Я понимаю, что сейчас вы не очень ориентируетесь, но это очень важно, и это орфографическая ошибка. Она будет мешать нашему чтению. И все надстрочные и подстрочные знаки вы можете найти в телефоне, нажав долго, удерживая букву, которая вам нужна, и там выскочит вам меню и расскажет, покажет, какие есть другие варианты. «Парфей!» «Мерси!» «Са-ва-бьен?» «Эй-ву?» «Боф!» «Са-ва-бьен?» «Мерси!» «Супер!» «Супер!» «Бонжур!» «Са-ва-бьен?» Замечательно, дорогие друзья. Я хочу вам показать теперь, как можно прощаться. Это очень похоже на то, как мы можем здороваться, но все-таки это другие слова. Есть, конечно, одно общее, но все-таки они разные. Их, во-первых, два. «Бонн!» «Журный!» Это пожелание доброго дня. Пожалуйста, не здоровайтесь так. Очень часто вижу в Инстаграме, все пишут «доброго дня». Разумеется, они хотят пожелать, но очень многие здороваются этим словом. Это не то, чтобы это грубая ошибка, но это как-то очень странно и нелогично. Понятно, что вы учите иностранный язык, но мне кажется, это будет адекватно в ситуации. Итак, произносим «бонн». Хорошее «нн». Здесь нет носового. Нам обязательно нужно впечатать эту «нн». «Бонн». «Бонн». «На конце не читаем». «Бонн». «Журный!» Эту «э» мы тянем. Первое «э», точнее, последнее «э» не читается, она конечная, а на другой «э» стоит надстрочный знак, и мы его читаем. Получается «бонн». «Журный!» Потянули. Давайте попрощаемся с вами. То есть мы еще не прощаемся, но мы репетируем это. «Боннжурный!» «Боннжурный!» И тянем эту «э». Следующий наш вариант. Следующий вариант – это уже вечер. Пожелание хорошего вечера. И опять-таки это только прощание. Только-только-только. Пожалуйста, тоже два слова. «Бонн». «Бонн». Смотрите, они очень похожи, они зеркалят друг друга по образованию слова, что ли. У них одинаковое окончание. «Суаре!» Звук «уа» произносим вместе. «Уа!» 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 «Суаре!» Потянули в улыбке. «Суаре!» «Боннсуаре!» «Боннсуаре!» Ну, поскольку мы тянем, и воздуха нам не хватает, интонация идет наверх. «Боннсуаре!» «Боннсуаре!» И «боннжурный!» Попробуем произнести еще раз «оба». Хорошая «энна». «Боннжурный!» «Боннсуаре!» Я не даю вам на этом слайде того самого пресловутого «досвидания», который звучит в русскоязычном языке «аревуар». Потому что его, во-первых, вместо него есть много других, а во-вторых, если вы будете его произносить, пожалуйста, забудьте вообще о нем, вы будете произносить русское слово, а французское слово нужно очень долго репетировать, и оно будет звучать «Охвах!». Вот au revoir – это arrivoir, который произносим по-русски. То есть это разные слова вообще, да? Я думаю, что вы согласитесь, я его не даю никогда, потому что его долго учиться, произносить, и вообще… Ну, оно не устаревшее, конечно, но не всегда используется. Чаще всего 80% языка – это вот на нашем слайде написано, 80% нашего прощания в языке. Итак, bonne journée, bonne soirée, и salut – универсальная, очень классная штука, но она только для друзей, конечно. Salut – и привет, и пока. И, наконец, очень распространённая, но, конечно, не для официальных переговоров, типа «до свидание», но для коллег тоже может подойти, и для обращения на «вы» с человеком, 100%, тоже «с», тоже «а плюс» мы можем сказать. До скорого, до завтра, увидимся на работе или на уроке. «А плюс», «с» читаем, «а плюс», эту «и» мы здесь уже потянем, да, мы тянем в основном гласный, «а плюс», «а плюс», «а плюс», «а плюс», попробуем произнести, «а плюс», «а плюс». Очень многие, те, кто начинает с нуля, выхватывают вот именно «а плюс», им нравится, что в русском языке тоже, в общем, есть плюс, очень легко запомнить, и можете взять себе на вооружение, может быть, не «bonne journée», не «bonne soirée», а «а плюс». Очень по-французски прощаться вот так. Дорогие друзья, хочу вас спросить, кому понравилось заниматься французским? Сегодня у нас было очень много фонетики, и больше фонетики я так рассчитывала, в общем-то, а завтра будет больше грамматики и больше лексики, и больше будем говорить, произносить какие-то осмысленные фразы про вас, про себя, конечно, человек всегда больше говорит про себя. Voilà, супер, вижу, что вам понравилось. Спасибо, дорогие друзья. Я хочу вам… Да, кто придёт завтра? Хочу вас спросить и подбодрить, и смотивировать. Давайте попробуем уже по-французски, может быть, написать «oui». Это слово «да». Попробуем произнести вместе. «oui». И потянуть здесь «oui». Смотрите, это не вопрос, это не какое-то восклицание, это просто «oui», и всё равно мы тянем эту «i». Ещё раз попробуем «oui». Отлично, вижу, что вы хотите прийти. Мы сегодня познакомились… Нет, к сожалению, мы только с частью из этого познакомились. Я сейчас подчеркну с чем. Мы начали читать и писать некоторые слова и фразы. Ну, очень мало. Мы ещё не заканчиваем. Спасибо вам, что вы пишете ваши впечатления. Мы здоровались и прощались. Мы пока что ещё не задавали вопросы. Ну, нет, у нас было, конечно, «как дела?», поэтому зря, наверное, я зачёркиваю. У нас был вопрос «как дела?», и мы самое главное, что мы артикулировали. Я надеюсь, что вы сейчас сделали очень массивный глобальный вклад в ваше начало изучения французского языка, потому что артикуляция – это всё. Без неё нужно… Я считаю, что на это нужно укладывать весь остальной фундамент, артикулировать, работать над дикцией. Я хотела бы вас спросить, может быть, у вас есть какие-нибудь конкретные вопросы? Мы завтра, может быть, посмотрим с вами. Если это впишется в наш план, что-нибудь разобрать, может быть, вы хотели бы конкретное. Разумеется, будем повторять какие-то фонетические нюансы. Записи вряд ли будет. Наша платформа пока не улыбается нам. Но повтор я провожу. Весь декабрь буду проводить эти интенсивы. И поэтому приходите, пожалуйста, на следующей неделе. Есть ли у вас какие-нибудь темы, которые вы хотели бы разобрать? Ну, вы пока думаете. Вдруг есть. Вдруг у вас какой-нибудь списочек есть. А я хочу вам сказать, что наши планы на завтра какие? Мы разберём с вами личные местоимения. Это про людей. Я, ты, он, она и так далее. Мы будем смотреть на глаголы. Может быть, мы не все успеем, но глагол быть и говорить мы обязательно посмотрим. Посмотрим на существительные и прилагательные. Как они изменяются по мужскому, по женскому роду, по множному числу или по женскому, потом по единственному числу. Как это всё отличать, как это делать, формулировать. Посмотрим на артикли. Поговорим вообще, что это такое. Что это за страх такой. Будем уже описывать человека. И, конечно, начнём рассказывать о себе. Не очень актуально, но всё-таки. Бон журне. Бон суаре. Бон суаре. Салю. Можно с нами, конечно, сейчас прощаться салю, но это не так фамильярно, знаете. И аплюс, конечно же. А плюс. Бон суаре. А плюс. Можно их соединять, конечно же. Бон суаре и аплюс. Бон журне, аплюс. Или просто сначала аплюс, а потом бон суаре. Как угодно можно их мешать между собой. Voilà. Если у вас есть, конечно, возможности и желание, напишите сейчас в чат тоже ваше прощание. Но не просто пишите, а ещё и произносите. Пожалуйста, это очень важно. И писать, и произносить. Задействовать все каналы восприятия. Ну, сейчас, конечно, не супер, не все. Но у вас есть сейчас слух. Вы слышите меня. Вы пишете сами. И вы произносите сами. Это уже полный комплект. Бон суаре. Бон журне. А плюс. Oui, супер. Спасибо, что вы откликаетесь. Бон суаре. Приносите, пожалуйста, бон журне. А плюс. Если у вас есть вопросы, конечно же, я тоже всё ещё их жду. Но мы с вами продолжаем. И завтра мы с вами будем говорить о глаголах, об артиклях, о местоимениях. И, конечно, об их произнесениях. Будем уже составлять маленький рассказ об описании людей и об описании нас, конечно же. Алло. Ещё минутку даю вам. Вдруг у вас есть вопросы. И если нет, то будем с вами прощаться. Домашнее задание. И да, я хотела вам домашнее задание. Оно будет состоять в том, что вы соединили все вот эти вот приветствия и прощания. А плюс прощания. Comment ça va? Pardon. Comment ça va? Это вопрос. Это тоже входит в наш комплект джентльменский. Такое приветствие. И, конечно, само приветствие. Bonjour. Bon soar. Может быть, вы что-то записывали сегодня. Может быть, вы что-то скриншотили. Вполне возможно. И тогда вы сможете составить... Конечно, это пожелание. Это не обязательно. Вы можете составить ваш собственный маленький такой текстик, который вы попробуете произнести и потренироваться до завтра. И вспомнить, может быть, артикуляцию трубочку. Посидеть там несколько секунд, чтобы губы налились. И улыбку, чтобы тоже мышцы раскачались вот здесь. Voilà. Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы провели это время со мной. Je vous remercie que vous avez passé ce temps avec moi. Я желаю вам доброго дня или доброго вечера, в зависимости от вашего временного часового пояса. Увидимся с вами завтра. Готовьте ваши вопросы, ваши тетрадки и ручки и ваш речевой аппарат. Будем с вами работать над французским. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, à plus. До скорых встреч, до завтра в это же самое время. Merci. Merci. До скорых встреч, дорогие друзья. Завершаем наш вебинар.